О чем мы с вами сегодня поговорим? Мы с вами поговорим вот о чем. О том, что если вы обратили внимание на мой курс, то, в общем, прост по своему построению. Первые две лекции достаточно простые, не в том смысле излагаемого материала, но в смысле понятильного аппарата. Если вы посмотрите монографию, вообще еврейскую стереографию, вы увидите, что эти темы, они хорошо отработаны, с ними все понятно. Существуют вполне понятные термины, которые объясняют те процессы, которые происходили с евреями в этот период времени в этих еврейских общинах. Вопросов возникающих очень мало, огромное количество материала, которые, в общем-то, хорошо достаточно отработаны и переработаны современными историками. Если вы посмотрите на последние две лекции, которые будут посвящены польскому еврейству, то вы, в общем, получите то же самое впечатление. То, что касается терминологии, с нами все совершенно замечательно. Польско-литовского еврейства. Скажем так, терминология, мы можем ее уточнять, но с ними более-менее все понятно. Процессы, которые там происходят, тоже более-менее понятны, когда мы смотрим с вами с высоты птичьего полета. Написано просто много, архивов много, плотность населения еврейского была большая, поэтому мы можем, в общем-то, достаточно спокойно с вами двигаться и вправо, и влево, и вниз, и вверх, и с нами все будет замечательно, и рассматривать разные области социальной деятельности еврейства в этом регионе. Но сегодняшняя лекция диссонанс. Она диссонанс по многим вопросам. В первую очередь по терминологической, потому что мы с вами сегодня встретимся с кусочком еврейцев, которым все сложно, начиная с терминов, кончая их историей, и отсутствием информации, и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом про это еврейство знают все, оно очень интересно, появляется оно действительно только в раннее новое время. Оно очень интересно современным историкам, потому что они, безусловно, находят в этом еврействе аналогии с современностью, с современным еврейством, и потому что, безусловно, к этому еврейству можно применять понятийный аппарат и наработки, которые появились в гуманитарных науках только в 20 веке. Про кого я говорю? При этом это еврейство маленькое, но хорошо известно. Как вы думаете, про кого я говорю? Я говорю про сифардов вообще в Голландии, но в Голландии это заманка, так сказать, в общем-то их было куда в больших местах, и куда больше. С ними все трудно. Причем, почему они известны? Во-первых, их всегда было мало. Их всегда было мало, их было немного. Мы поговорим точно, сколько их было. Но по сравнению, например, с евреями Османской империи, или с евреями, тем более речи Посполитой, мы можем говорить, что их было просто капля в море. Но при этом они известны. Во-первых, они известны самими культурными достижениями, во-вторых, они известны своими экономическими достижениями в области мировой торговли того времени. Безусловно, они были просто купцы, предприниматели, я бы сказал, первого ранга. Или если пользоваться аналогией Российской империи, поскольку у вас курс после меня про Российскую империю, то, безусловно, были купцы первой гильдии. При этом, ну да, а в культурном плане я вам хочу сказать, что там самые известные это Спиноза, да? Причем мы можем Спинозу списать с его как на некий такой вот странный человек взял и откололся от еврейской общины и стал совершенно как бы пропагандировать другие идеи. И можно сказать, что это было не характерно. Но с другой стороны, это звоночек, потому что когда появляется человек уровня Спинозы, вообще наследитель уровня Спиноза, мы должны предполагать, что он не может явиться, так сказать, просто из чистого неба, из ничего. Должна быть некая культурная обстановка и должны быть, по крайней мере, поколения какого-то диссидентского движения, чтобы это позволило появиться Спинозе. Это как минимум непросто, непросто так. Потом мы видим, например, то, что эти люди очень странные религиозные аффилиации. Они иногда евреи, то есть они иногда практикующие сифарды, а иногда они вдруг оказываются католики. Причем очень часто внутри одной семьи появляются и те, и другие, и между собой они не рвут родственных связей, наоборот, живут душам души. То есть, оказывается, что это небольшое еврейство, оно какое-то очень странное. Странное не для сегодняшнего времени. Сейчас мы можем найти такие примеры, в современной Америке, а в современном западном мире, когда действительно очень многие понятия, кто такие настоящие евреи, подвергаются сомнениям. Например, сейчас шаг в сторону, потом обобщение. Простая вещь, да? Очевидно, что сейчас самая крупная еврейская община в современном мире, это еврейская община с какой страны? Израиль. Нет, Соединенных Штатов. Безусловно. Есть другие оценки, что израиль. Вот у нас появился человек, который... Да, вопрос в том, как оценивать. Как оценивать, как считать. И существует, опять же, огромное количество, если спросить современных социологов, которые занимаются евреями, огромное количество оценок, кто же является евреем в современном мире. Их просто очень много. И вот в зависимости от того, какую вы оценку берете, какое определение вы закладываете в основу вашего социологического анализа, вы получаете совершенно разные цифры. Причем очень сильно разнящиеся между собой. Но очень забавно, что вот общепринятая такая точка зрения, например, среди американских социологов, что практикующим иудаизмом евреем в Америке считается человек, который приходит в синагогу на емкий поле. Больше он может не приходить. Но еще в лучшем случае напасть. Все, он уже считается практикующим иудаизмом. Как вы понимаете, вот, например, такая размытость терминологическая, характерная для современного мира, она была не характерна для больших еврейских общин раннего нового времени. Все-таки это традиционные общины, которые не потеряли, так сказать, своей связанности, да, и понятности, так сказать, их отношений с религией и то, что они определяются в первую очередь религиозными практиками. Но сефарды, сефарды, живущие в Амстердаме, они как раз вот представляют тип, который характерен для современного еврейства. С ними сложно, их очень трудно определить. Вот их в эту простую понятийную сетку, которая существует для современного еврейства, в эти слоты вставить очень сложно. Они не встают. Для них надо что-то придумывать новое. Их надо как-то объяснять. Чтобы понять, как их объяснять, и, соответственно, понять вообще, почему они так преуспели в экономике, мы должны посмотреть вообще, как они появились. Несколько слов о терминологии. Какую терминологию буду использовать я? Я как раз вслед за дамой, написавшей монографию на эту тему, считаю, что в данном случае она абсолютно права, что мы должны использовать следующую терминологию. Будем говорить сефарды и евреи, когда мы говорим о выходцах сибирийского полуострова, которые открыто исповедуют иудаизм в той или иной стране. И мы будем говорить в общем о новых христианах, когда мы будем говорить о выходцах сибирийского полуострова, еврейского происхождения, но которые по тем или иным причинам открыто иудаизм неисповедуют. Теперь, почему эта проблема появилась только в современной историографии, касающейся евреи? Можно предположить, что современный мир задает вопросы, похожие на те, которые задавались этой специфической еврейской группе в прошлом. Поэтому они стали так интересны историкам, и в каком-то смысле историки их заново открыли. Потому что в традиционной еврейской историографии с ними было все достаточно просто. То есть вплоть до второй половины XX века с ними все было совершенно замечательно. Они очень хорошо вставали в историческую картину общую, которая рисовалась по истории раннего нового времени. Как все выглядело? Выглядело приблизительно так. Но я упрощаю, перескакиваю, убираю некоторые детали. 1492 год, изгнание евреев из Испании. 1497 год, соответственно, насильственное крещение всех евреев в Португалии. Часть евреев, которые могли уехать, уехали и вернулись открыто к иудаизму. Те, которые не могли уехать, остались на территории Испании и Португалии. И, соответственно, начинают тайно исповедовать иудаизму. То есть для историков традиционной школы, таким, каким, например, был Сесимирон, у них не было сомнений, что вот эти новые христиане, поскольку их так часто как раз называют в документах, они, безусловно, евреи. Безусловно, у них есть приверженность иудаизму, но в силу политических обстоятельств они вынуждены исповедовать этот иудаизм тайно. Естественно, вот такое тайное исповедание иудаизма приводит к его мутации, так сказать, к его искажению. Это создает проблему, во-первых, в Испании, чуть позднее в Португалии, появляется в Испании уже в 80-е годы, она несколько раньше, чем произошло, изгнание евреев из Испании, была объединена инквизиция, но которая на полную катушку начинает работать только после изгнания евреев из Испании. Потом, в 1536 году вводится инквизиция в Португалии, позднее, как мы видим, приличный причал, которая начинает на полную катушку работать уже только в 40-е и 60-е годы в Португалии, что приводит к тому, что вот эти вот новые христиане, тайно исповедующие иудаизм, часто используют в данном случае термин «мораны», как бы люди, которые подверглись насилию. Если вы помните еврейский термин, то он звучит как «анусим», то есть как бы люди, которых изнасилуют, в буквальном смысле слова. Они начинают активно разъезжаться во все возможные места, чтобы избежать работы инквизиции, и бегут, например, в Италию, Францию, Северную Африку, естественно, в Нидерланды, мы об этом будем говорить подробно. И там возвращаются к иудаизмам. Значит, у христианской Испании и Португалии есть проблема, надо как-то с этими новыми христианами работать, потому что они тайно исповедуют иудаизм, и таким образом подрывают нормы благочестивой христианской жизни. И тут работает инквизиция, вырывает скорость. А с другой стороны, у еврейских общин появляется проблема, потому что появляется приличное число людей, которых в действительности иудаизма не знают, потому что это уже второе или третье поколение. И с ними надо как-то работать. Благодаря этому появляются, например, первые произведения на испанском или португальском языке, написанные специально и напечатанные в еврейских типографиях Италии, а потом Османская империя, специально для вот этих вот маранов, чтобы их вернуть иудаизм. Появляется знаменитая Феррарская Библия, это как раз издание для маранов, то есть это дословный перевод на испанский язык еврейского Танаха и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, в общем, все, кто хотят убежать, они убегают. И где-то к концу 17 века вот этот вот ручеек, значит, людей, новых христиан, маранов, которые уезжают из Португалии и Испании, он иссякает, и, в общем, как бы проблема решается, потому что кто-то остался и, в общем, ассимилировался в испанском и португальском обществе, а те, кто хотели уехать, они правдами и неправдами уехали и оказались, значит, уже правоверными евреями. Это вот такая картина старой историографии. Она, в общем, весьма убедительна, да, и как бы ее хорошо, легко запомнить. Она планетейно проста. Вы можете не помнить дат, но вы помните как бы развитие событий. Но, как оказалось, эта картина куда много сложнее, и есть некоторые детали, которые в эту картину вот никак не попадали. И исследование этих деталей, оно привело к тому, что эта картина вообще у современных историков. Еврейство полностью поменяло вообще все их представление вот об этих новых христианах, которые существовали в мире. Ну, во-первых, как, собственно, происходило изгнание из Испании Португалии. Действительно, в 1492 год большая часть евреев, то есть какая-то часть евреев Испании, уезжает из Испании, потому что хотят сохранить иудаев. Часть из них уезжает, значит, в Южную Францию, Северную Африку и Италию в первую очередь, и потом со временем оказывается в Османской империи. Мы говорили достаточно подробно на эту тему в прошлой лекции. Что нас интересует? Те, которые остались. Во-первых, мы не знаем, сколько осталось, потому что большая часть все-таки переезжает не в Италию, Францию и Северную Африку, а переезжает в Португалию. Вот сколько приехало в Португалию, мы не знаем. У нас просто нет данных. Причем оценки разнятся значительно у разных историков. Они иногда разнятся от 30 тысяч до 100 тысяч. То есть это очень большой разброс, да, чтобы мы понимали. Потом, соответственно, насильственное крещение в 1497 году, которое приводит к тому, что все евреи просто де-факто, которые находятся на территории Португалии, становятся христианами. Деваться некуда вообще, ничего не происходит. И образуют такой класс новых христиан. Причем традиционная историография считалась так, что почему не было проблем моранов и новых христиан в Испании? Потому что они в Испании достаточно быстро ассимилировались. Там не было барьеров. Они как бы очень быстро ассимилировались в общество, причем, как правило, в дворянстве. Потому что это были люди, как правило, зажиточные, богатые, и которые очень быстро получали дворянские титулы. Вот. И как бы вот, то есть до сих пор в Испании известно про те или иные известные семьи, то, что они ведут свое происхождение от евреев. Но, в принципе, они ничем от испанцев не отличаются, так сказать, от старых христиан. А в Португалии так не произошло. В Португалии произошла такая... Вот эти новые христиане превратились в отдельную касту, которая не смешивалась с местным населением. И, соответственно, вот так вот существовало. И это привело к тому, что, значит, они как-то образовали какую-то отдельную субгруппу еврейского... еврейства мирового. Что же показывает исследованный, собственно, современный, более такой плотный взгляд? Что это не совсем так. Потому что, значит, король Мануэль, по-моему, который, вот, значит, крестил всех евреев в Португалии, он сделал две вещи. Во-первых, он постарался перемешать новых христиан со старыми. У него просто в приказном порядке он запретил жениться новым христианам между собой, выходить в брачный союз. То есть новые христиане по определению должны были, значит, устанавливать супружеские связи со старыми христианами. Таким образом обеспечивалось перемешивание населения. И как бы наоборот, это была мера для того, чтобы новые христиане не превратились в касту внутри христианского населения в Португалии. Это первое. Второе. Он, значит, разрушил такие традиционные еврейские кварталы. То есть он запретил новым христианам селиться вместе. То есть традиционные еврейские кварталы покупались и продавались дома для старых христиан. То есть как бы происходило еще перемешивание на уровне городского населения старых и новых христиан. Это первое. Ну и, естественно, были уничтожены все синагоги, они были преобразованы. Дома не уничтожались, но их, значит, во что-то другое. То есть как бы была полностью разрушена социальная структура еврейской общины, которая бы могла потом бы создать какой-то крипто-иудаизм среди новых христиан. Этого не было. Это было сделано просто в первые годы после насильственного крещения. То есть говорить в первые годы после насильственного крещения о том, что новые христиане представляют собой касту в португальском обществе, мы не можем действительно сказать. Более того, король предполагал, что часть евреев, которых он насильственный крестил, безусловно, будут как-то протектовать какие-то иудейские обряды. И он ввел мораторий на то, чтобы евреев обвиняли в тайном иудаизме в течение ближайших десяти лет. В действительности этот запрет просуществовал практически 20 лет. То есть официально с 1497 года по 1507 год был запрет на то, что евреев можно было привести в суд и сказать, что вот новый христианин, вернее, уже не еврей, и сказать, что а вот он, собака, значит, какие-то еврейские обряды исполняет. Этого не было. Не было. То есть в каком-то смысле людям разрешали, значит, первому поколению, которых заставили креститься, разрешали, значит, еще как-то тайно соблюдать обряды. То есть это было достаточно толерантно, вообще говоря. Более того, в 1507 году выходит достаточно толерантный эдикт, как реакция на массовый погром мавров и евреев в Лиссабоне весной 1506 года. В этом эдикте, значит, всем подданным Португалии разрешается свободно заниматься торговлей, и по торговым делам свободно выезжать и уезжать обратно в страну, а также свободно продавать свое имущество и вывозить движимое имущество за пределы страны. Безусловно, основным объектом этого эдикта были, безусловно, новые христиане, которых как бы король, так сказать, давал знак о том, что ребята, в общем, да, действительно был погром, есть некое напряжение в обществе, но вы должны понимать, что власть вас уважает, и, в общем, мы открываем границы. То есть это в действительности современная Россия. Открытый границ, и при этом, значит, авторитарный режим. Интернета еще нет, но он будет. Забавно, но вот эти все меры... Да, там были еще меры, например, для того, чтобы там второе и третье поколение уже родившихся в этих семьях новых христиан людей действительно были истинными католиками, потому что там, например, были предприняты меры, что все празднества, которые проходят в семьях новых христиан, должны происходить так, чтобы они были видны с улицы, и любой мог зайти и поучаствовать в них. То есть не должно быть секрета. Если что-то секретное происходит, это можно как-то... Вот, и мы говорим о том, что действительно сказать о том, что новые христиане в Португалии становятся кастой, мы не можем. То есть традиционная историография, очевидно, не права. По крайней мере, то, что они нам хотят рассказать, это действительно некое упрощение. Когда же все-таки новые христиане... А они действительно-таки все-таки становятся отдельным таким слоем общества, отдельной кастой, с которой не смешиваются со временем старые христиане-португальцы. Когда это происходит? Это, видимо, происходит в 1536 году, когда португальский король официально приглашает инквизицию в Португаль. Современным историкам до сих пор непонятны причины приглашения инквизиции, потому что, безусловно, какая-то часть новых христиан практиковали иудаизм, но, как считают современные историки, их было все-таки меньшинство. Большинство новых христиан к 1936 году прошло уже 40 лет после, то есть сменилось два поколения. Они все-таки были добропорядочные католики. Вот этот посыл старой традиционной историографии о том, что практически все новые христиане практиковали тайные христиане, он не выдерживает критики фактов. То есть у нас нет просто таких документов, которые мы это подтвердили. Но приглашается инквизиция, и она активно начинает работать с 1540 года. То есть первый процесс, аутодофе, произошел в Португалии как раз в 1540 году, причем сразу было обвинено в тайном исповедовании иудаизма 20 человек. Это был большой и крупный процесс. И потом инквизиция, значит, заработала на полную катушку в Португалии. И это привело к такой охоте на ведьм в португальском обществе. Это привело к тому, что в португальском обществе стали сильно гордиться чистотой крови. Ее стали, так сказать, искать. То есть вот были старые христиане, значит, у которых там такая чистота крови, а были новые христиане, и более того, как-то вот на людей из смешанных браков со старыми и новыми христианами смотрели уже весьма косо, потому что у них были не очень чистые предки. И более того, любого нового христианина априори после начала работы инквизиции стали подозревать в том, что он тайно исповедует иудаизм. Именно тогда, с 40-х годов, постепенно начинает происходит процесс геттоизации новых христиан в отдельную социальную группу, которая не смешивается с другим католическим населением Португалии. Вот именно тогда. То есть не сразу, а вот именно тогда. Причем, надо сказать, простой пример, что в самом конце XVI века, в 1599 году, один монах в Португалии, которого звали Унэль, он вдруг объявил себя евреем. Он сказал, что он не будет верить в христианские истины, что он в них не может, а он полностью принимает истины еврейской веры. Причем он это объявил публично. Естественно, за него взялась инквизиция, провела расследование. Сразу скажу, чем закончилось. Закончилось, естественно, публичной казнью в 1603 году, но при этом он не отрекся от своих идеалов. И вот такое публичное отречение священнослужителей христианской церкви от догматов христианской церкви, признание догматов иудаизма, оно вообще поставило некую проблему перед инквизиторами, следователями инквизиции, которые надо было как-то это объяснить, потому что это было необъяснимо. И как они объясняют это, это очень интересно. Они начинают искать в нем какой-то порог. То есть должно быть что-то не то в этом человеке. Что бы объяснил, почему так себя ведет? Значит, начинают искать его родословную. Чистокровный ли он? Принадлежит ли он к семьям старых христиан? Оказывается, что он абсолютно со всех сторон чистокровный. Причем семья его матери была очень известна в этом городе. То есть это была очень известная семья со старой родословной, и тут его обвинить было нельзя. Тогда что делают? Приглашают 10 свидетелей, которые под клятвой говорят о том, что в действительности вот со стороны отца у него кто-то был из евреев. И это как раз объясняет, то есть его отец подгулял по своей, так сказать, составу крови. И это как раз объясняет то, что он оказался, вдруг принял норму иудаизма, потому что в нем была действительно какая-то капля еврейской крови, которая была придумана. Это было придуманное обвинение, потому что, видимо, почему взяли семью отца? Потому что она была менее известна, менее престижная, менее благородного происхождения в данном городе. Вообще говоря, в документах, которые сохранились в инквизиции, про семью отца вообще ничего не известно. И поэтому можно было эту безвестную семью обвинить во всех тяжких грехах. И таким образом, найдя в нем этот порог, было объяснено, почему он себя так вел. Но вот действия инквизиции, они как раз, причем инквизиция, надо сказать, на эту тему писала вполне открыто. Инквизиторы, они писали различные памфлеты, литературные произведения, такие как, например, афоризмы инквизиции, в которых, в общем, вполне себе открыто объявляли свое отношение к новым христианам. И новые христиане были на подозрении априори, потому что у них была еврейская кровь. То есть, это не просто отдельная каста, которая выделяется из общего населения тем, что у него какие-то специальные свои верования, а уже они выделяются не тем, потому что многие новые христиане вообще не практиковали никакой иудаизм, не открыто, не скрыто, а были вообще себе правоверными католиками. Но они в любом случае до подозрений из-за того, что у них есть еврейское происхождение, частично или полно. Кстати, скажите, новых христиан к концу 16 века там с чистым, так сказать, еврейским происхождением, то есть, благодаря только бракам внутри новых христиан было крайне мало, порядка 6 тысяч человек показывает практика. Остальные новые христиане так или иначе были смешанного происхождения, но и, безусловно, все уже родились в католических семьях. То есть, мы видим с вами вот это вот обвинение в том, что есть капли еврейской крови, одна восьмая, одна шестнадцатая, там, я не знаю, то, что это... Одна тридцать вторая и так далее, и так далее по списку. Это вообще говоря, о чем говорит нам в современном мире? Это какое определение еврейское, если мы пытаемся его... Расовое. А? Ну как? Расовое, безусловно. То есть, мы можем говорить о нации. Мы можем, как минимум, говорить об этничности. И более того, эта этничность возникает как бы не внутри группы, но она потом начинает ей исповедоваться, безусловно, а она возникает среди окружающего населения. И вот эта группа новых христиан, которая консолидируется в шестнадцатом веке в Португалии, она... Вы понимаете, когда мы вводим такие понятия, как этничность, они, конечно, очень расплывчатые. И, в общем, мы можем найти разные примеры, разные этничности в современном мире. Но так или иначе, раннее новое время нам дает первый пример появления такой именно еврейской этничности. В каком-то смысле, в современном смысле. Да, понимаете, да? То есть это не по-религиозному, потому что многие из них уже давно и не были верующими евреями и не практиковавшими евреями, просто по определению. Но при этом у них появляется некая общая связь, которая их объединяет. Вот, у этих новых христиан. Их объединяет язык. Потом мы это увидим, особенно когда они уезжают в другие страны, которые португальские. Причем там была градация языков. Например, португальский был разговорный и деловой, но, например, испанский считался литературным. Так сказать, это был язык высокой культуры. Их объединяет общность происхождения с Иберийского полуострова. И то, что они так или иначе происходят от еврейского населения Иберийского полуострова. Это некое такое гордое даже происхождение. Их объединяет вот эта вот общность крови, которая была придумана не ими, а и была навязана. Но они ее так очень четко ощущают. Абсолютно. То есть проблема в Португалии новых христиан появляется намного позже и несколько сложнее. И с некоторыми современными характеристиками, которые приложимы к этой группе еврейского населения раннего нового времени. И это для нас интересно. Теперь, это в Португалии. Но дальше. Это первая, так сказать, случайность, которая с ними происходит, историческая, которая их определяет. Вторая случайность, которая с ними происходит, которая их определяет, заключается в том, что они начинают активно расселяться по всему Божьему миру того времени. И это, во-первых, связано с декретом, который никто не отменял, что любой житель Португалии, если он хочет, он может уехать. И действительно, когда начинается гонение инквизиции, часть новых христиан уезжает из Португалии, они могут уехать. Они уезжают как католики, но постепенно переезжая из одной страны в другую, они оказываются в той стране, где можно открыто исповедовать юдализм и становятся открыты, значит, евреями сефардами. Но часть-то, надо сказать, что, как показывает анализ уехавших, и сколько их уехало, вот таких новых христиан было крайне мало. В действительности, новые христиане из Португалии уезжать не собирались. Им вполне было там в каком-то смысле комфортно. То есть, людей, уехавших и открыто признавших свой иудаизм, среди этих новых христиан было мало. Но они все-таки начинают уезжать. И этот отъезд во многом связан с тем, что просто экономические обстоятельства становятся настолько хороши, что просто уехать не уехать нельзя. И куда они уезжают? Они уезжают в Голландию. В Голландии неправильное название, Нидерланды, назовем более то, что Голландия – это одна из провинций. С чем это связано? С тем, что Нидерланды, а конкретно город Амстердам, становятся такой, я бы сказал, торговой столицей Европы того времени. И тут надо посмотреть, какие же исторические обстоятельства этому сопутствовали. А сопутствовали следующие исторические обстоятельства, то, что объединенные провинции, которые в количестве 17 штук начинают войну за независимость, которая получает название среди историков «80-летняя война», потому что она шла с 1568 по 1648 год. С перерывом, естественно. Так долго воевать никто не может. Это такая была общая война за независимость, которая привела к тому, что уже к 80-м годам, мы можем говорить, что из 17 этих провинций 7 северных были уже де-факто независимы. И, безусловно, с центром в Амстердаме, центральный город вот этих независимых провинций, это Амстердам, южные провинции, которые получили там название Фландрии и со временем станут частью Бельгии, а частью Франции, независимость не получают. Но к началу войны центральным торговым городом в этих объединенных провинциях является как раз фламандский город, Атвер, который вообще совершенно замечательно торгует. Торгуется со всей Европой и явно перебивает Амстердам в этом смысле. Но Амстердам, в данном случае без нового христиан, еще, значит, скажем так, магистрат Амстердама делает замечательные шаги по поводу того, чтобы перебить Атверхан. Им это удается. Они понижают налоги, навозимые товары вообще на торговлю, и таким образом они со временем как бы вот эту пальму первенства, особенно балтийской торговли, они перебивают у Атверхана. Кроме того, Амстердам удобнее расположен. То есть тут есть просто такие чисто географические совпадения. У него более удобный гавой и так далее, и так далее, и так далее. Удобный порт, там ему удобнее входить. А самое главное заключалось в том, что Амстердам был расположен так, что зерно, которое на тот момент в основном экспортировалось основной жительницей Европы того времени, 16-го, 17-го веков, была Польша, экспортировался из Польши через нынешний город Гданьск. Вот. И этот экспорт, то есть вот это вот зерно нынешнего урожая, оно как раз до зимы его успевали довезти до Амстердама. И в этот же момент, приблизительно тогда же, в Амстердам приходили первые корабли, как правило, из Америки, с колониальным товаром. И, в общем, происходила активная такая торговля. И это позволяло просто вот урожай нынешнего года, не дожидаясь там, не держа его на складах, сразу его реализовать. Это было крайне удачно. Это говорил о том, что Амстердам, безусловно, вот как центр меновой такой торговли европейской, все европейской, очень удачно расположен. И вторая важная история заключается в том, что во время борьбы за независимость Атверктон оказался как раз в составе десяти провинций, которые признали власть Филиппа II, испанского короля. Но это привело к тому, что противоборствующей стороной была перекрыта речка, на которой стоял Атверктон. Таким образом, его просто отрезали от моря, и он некоторое время как торговый центр не работал. И это привело к тому, что как раз Амстердам перехватил те торговые пути, которые проходили через Атверктон. Тут еще одно важное событие, которое произошло. Атверктон как бы оказался на испанской стороне в 1585 году, если давать какие-то данные. Тут произошло еще одно интересное событие. Произошло оно в 1580 году, потому что между Испанией и Португалией произошла уния, связанная просто с тем, что наследники португальского престола умерли, а Филипп II был как раз по материнской линии ближайшим наследником португальских королей. Поэтому он приобрел еще и португальскую колонию, несколько насильственно, но приобрел. И с 1580 по 1640 год у нас нет отдельных стран Испании и Португалии, а есть общая страна Испания и Португалия, которая работает в Лунии. И это привело к чему? К тому, что новые христиане выигрывают. Потому что благодаря тому, что они оказываются в общей стране, которая называется Испания-Португалия, у них появляется доступ не только к колониям Португалии, которые существуют, но и к огромным испанским колониям. То есть они могут торговать и заниматься торговлей просто с большей частью мира. Это раз. А кроме того, никто не отменял декрета об отъезде. И поэтому, во-первых, мы видим новых христиан в Отверпене уже в 16 веке. Они активно участвуют в мировой торговле. А после того, как Отверпен падает как центр такой европейской торговли, и этот центр перемещается в Амстердам, и, собственно, Нидерланды становятся такой первой современной страной раннего нового времени, то очень многие новые христиане, которые жили в Отверпене, они переезжают как раз в Амстердам и занимаются именно там, вот этой международной торговой. Теперь, собственно, надо поговорить о том, где жили новые христиане. Иногда новые христиане иногда называют Сефарды. То есть мы их находим везде. И, как я уже сказал, это Нидерланды, в первую очередь Амстердам. Сколько их там было? Первые новые христиане в Амстердаме появляются в 1597 году. Напрямую проезжают из Португалии. До этого есть такая, вот, как я уже сказал, такой тихий переезд из Отверпена. Один из наших героев, так сказать, новых христиан, про которого буду говорить, которого звали Муэль Родригес Вега, он переезжает, например, в Амстердам из Отверпена в 1595 году, а вот в 1597 году он уже становится полноправным гражданином города Амстердама, что, в общем, очень хорошо для него, для его бизнес-деятельности. На рубеже 16-17 веков мы можем говорить, что в Амстердаме проживает порядка 500 сефардов новых христиан. Там открывается синагога, Бейт-Япол, то есть появляется еврейская община. В 1612 году происходит некий разлад внутри этой общины, появляются две еврейские синагоги и две конгрегации. Одна называется Бейт-Япол, старая, новая будет называться Бейт-Исраэль. К середине 17 века мы можем говорить, что в Амстердаме проживает порядка 2500 сефардов-новых христиан. Золотой век их, это, безусловно, 17 в Амстердаме, причем, если говорить про десятилетия, когда они особенно успешные и влиятельные в экономике Амстердама, это, безусловно, 70-е годы 17 века. На рубеже 17-18 веков в Амстердаме уже проживает порядка 4-5 тысяч сефардов-новых христиан и приличное число ашкеназов, которые начинают мигрировать в Амстердам, в Амстердам из Германии в 20-е годы 17 века. Амстердам, важно. Что дальше? Пойдем по ближайшим странам. Лондон, Англия. Тоже новые христиане начинают появляться в Англии с начала 17 века, причем они не могут открыто признавать свой, так сказать, иудаизм, вообще, то, что они являются евреями. Должны жить как католики, потому что не отменены законы об изгнании евреев из Англии, которая произошла, вы помните когда? В 1290 году. Да, в 1290 году. Официальное возвращение, которое не было официальным, но часто в еврейской историографии пишут о том, что оно было официальное. При Кроммеле. В 1656 году, когда Кроммеле разрешил строительство синагоги и разрешил новым христианам, которые жили в Лондоне, открыто практиковать иудаизм. В голове как раз с сефардом из Амстердама, которого звали Минаше Бенесраэль, он подал как раз петицию на эту тему. И в Лондоне проживало на тот момент порядка 500 сефардов новых христиан. Ну и далее эта цифра будет увеличиваться. Где еще живут? Смотрите, они живут там, где... Это очень интересное расселение, запоминать логику о расселении. Они расселяются, их мало, да. Сколько их в Англии? В Англии вот в середине, как раз ко времени появления собственно общины порядка 500. Дальше я, честно говоря, цифры сейчас не помню, но дальше они... Это середина 17-го века, да, грубо говоря. Но дальше их количество будет увеличиваться, но они нигде не превышали вот эти сефардские общины новых христиан, или там не превышали, колебались от 2 до 5 тысяч на рубеже, скажем так, 17-го века. Но обратите внимание логику их расселения. Они расселяются везде, в центрах мировой торговли, которые возникают в раннее новое время. У них очень четкое расселение, они расселяются по торговым путям. Они не расселяются туда, где можно будет открыто практиковать иудаизм. У них нет этой составляющей, как мы видим. Они расселяются туда, где есть торговые возможности, где можно заниматься торговлей. Потому что это, как правило, крупные предприниматели. Это крупные купцы, которые будут широко и очень ярко представлены в мировой торговле. Об этом чуть ниже. Где еще расселяются? Североамериканские крупные. Да, мы поговорим. Я пока что иду по Европе, потом мы идем в Новый Свет. Если говорить о Европе, то это Италия. В Италии в 16 веке, во второй половине 16 века, в общем-то, еврейская жизнь еле теплилась в результате гонений. Но было два крупных центра, очень важно. Это еврейское присутствие. Это Венеция или Ворна. Значит, безусловно, 16 и 17 века для венецианского еврейства такой золотой век. Причем он очень странный, золотой век. С одной стороны, они живут в достаточно жестком законодательстве венецианском. Если вы помните, в 1516 году как раз их заставляют жить на территории, которая называется Новая Гетта. Гетта Нуоа. Которая, в общем, становится эмблематичным. И потом все еврейские кварталы в Центральной и Западной Европе получают название Гетта. Само, кстати сказать, название Гетта происходит от медиплавильного завода, который находился на этой территории. Причем евреи в этом Гетта обязаны обязательно возвращаться в него на ночь. На ночь оно запирается. Не имеют права жить нигде, кроме этой территории, которая называется Гетта. Кроме того, должны носить отличительные значки в виде желтого круга. И у них ограниченный набор, то, чем они могут заниматься в бизнесе. Они могут, как бы, из крупного мы можем говорить, что они могут торговать тканью. И поэтому именно венецианские евреи в основном представлены торговлей с сефардами Османской империи, потому что как раз происходит вот эта торговля тканями. Но при этом они действительно во второй половине XVI-XVII веков очень сильно представлены во многих секторах действительности венецианской экономики. И следующий город важный в Италии – расселение сефардов. Да, сефарды, безусловно, новые христиане, которые оказываются в Венеции, они, в общем, поскольку там была установленная такая и хорошо и старая такая отработанная еврейская жизнь социальная, то они, в общем, благодаря вот этому контексту и существованию Гетта, безусловно, себя открыто переходят в Иудаин. Такой задержки, которую мы видим в Экстердаме, мы об этом поговорим, мы не видим здесь. И следующий город Эль-Ливорна, который был, в общем, работал как порт благодаря тому, что, ну, благодаря семье Медичи, которому нужен был выход, значит, на мировой простор. И они вот открыли, разрешили евреям открыто селиться в Ливорна и, более того, открыто исповедовать Иудаинова. И более того, там не было никаких ограничений, которые были в Венеции. Поэтому евреи Ливорна, то есть еврейское население Ливорна очень быстро растет. Очень быстро растет. И мы можем говорить, что в XVII веке там проживает уже достаточно большая община еврейская, порядка 5000 человек. Ливорнийское еврейство активно представлено в торговле с Северной Африкой. Это, безусловно, новые христиане, которые становятся сефардами, благодаря тому, что можно открыто исповедовать иудаизм. И очень здорово они представлены в торговле, безусловно, с Османской империей. Более того, Ливорнийское еврейство, они основывают свои такие фактории, я бы сказал, на территории Северной Африки, как правило, там, где есть еврейское присутствие, но не смешиваются с местным еврейским населением. Они образуют отдельные общины. Очень часто они даже получают, как бы, паспорта, так скажем, итальянских различных государств. То есть они себя чувствуют европейцами по отношению к местным евреям. И местные евреи, как правило, мустораби, да, то есть арабоязычные евреи Северной Африки, называют их граном. Это название Ливорна просто на арабском языке. И вот эти грана, которые оказываются в еврейских общинах Северной Африки, таким отдельным и очень ярко выраженным элементом, например, в Триполи, но не только, они очень долго не смешиваются с местным населением. Вплоть до конца 19 века они существуют отдельно. Более того, в 19 веке они уже получают просто итальянские паспорта, когда появляется итальянское национальное государство. И вообще для них, для ливорнийских евреев уже 19 века важно приверженность к итальянской культуре. Они говорят по-итальянски. При том, что евреи в Ливорна к началу 19 века исчезают. Благодаря наполеоновским завоеваниям, просто большая часть евреев Ливорна просто уезжает из Ливорна в различные места мира. Они купцы и, в общем, легко перемещаются. Безусловно, мы евреев, сефардов и новых христиан, скажем так, находим в Северной Африке. В 16 веке, как правило, они живут в портах, которые контролируют португальцы и испанцы. И обеспечивают потребности этих гарнизонов разными вещами. В том числе, например, экспортируют в эти португальские и испанские порты Северной Африки, экспортируют, например, колониальные товары из Южной Америки. В первую очередь, сахар, то, что вообще был основной момент экспорта из Южной Америки, в том числе и из Бразилии, главный, так сказать, бразильский экспорт того времени. Где мы их еще находим? Мы их находим на севере Европы, в Гамбурге. Гамбург, который занимается, опять же, международной торговлей. И там достаточно ощутимо уже с конца 16, а уже совсем четко ощутимо в 17 веке, вот присутствие вот этих новых христиан, которым не разрешено в действительности даже в 17 веке открыто исповедовать иудаизм, но которые присутствуют там как новые христиане. Где еще мы их видим? Нет, практически, в общем-то, они больше никуда. До Людмака еще могли добраться, и там было, но это уже было незначительно. Гамбург все-таки, если говорить про Германию, это самый значительный город, где было, так сказать, присутствие, очевидно, присутствие новых христиан, сефардов. Ну, а дальше, естественно, новый свет, причем, так сказать, везде. В первую очередь, Ньюжная Америка, например, в Новой Испании. Что такое Новая Испания? Новая Испания – это современная Мексика. Мы знаем, что в Новой Испании туда приезжало много новых христиан, которые занимались международной торговлей. Но в том числе, безусловно, они расселены в различных областях Бразилии. Рива Плейт – это современная территория Аргентины в большей степени, но также Боливия и Венесуэла, по-моему. Боюсь сейчас соврать, но… Или Прагвая, Боливия-Прагвая. Вот. И практически они представлены во всех современных странах. Существуют такие небольшие общины новых христиан в Южной Америке. В основном они занимаются торговлей. Причем в таких, например, крупных странах, как Бразилия, они появляются, видимо, где-то только с 30-х годов XVI века, потому что Бразилия была, в общем-то, открыта португальцами в 1500 году. Но до 30-х годов португальцы не очень понимали значение Бразилии. И после того, как Франция стала интересоваться побережьем Бразилии, как раз в 30-е годы XVI века, португальцы начинают активно основывать портовые города на побережье современной Бразилии. И начинают активно экспортировать, вернее, активно развивать сельское хозяйство в прибрежных областях Бразилии. И Бразилия очень скоро, в течение XVI века, становится главным экспортером в Европу сахара. Сахара из Бразилии действительно экспортируют два типа товаров, так сказать, в массовом порядке. Это сахар, и это бразильское дерево, драгоценных порогов, которые тоже экспортированы в большом количестве. Вот. То есть мы видим с вами сифардов, или новых христиан, в зависимости от обстоятельств, практически во всех точках. А, ну да, я забыл сказать. Конечно, безусловно, Индия, которая на тот момент контролируется португальцами, и там тоже существуют общины новых христиан. Гоа, знаменитый сейчас среди московской публики, там тоже новые христиане. Какой-нибудь город Пюросау, то есть самые экзотические места, которые принадлежали Испанской колониальной империи или Португальской колониальной империи. Мы вот во всех этих уголках мира находим с вами присутствие иногда очень небольшое, иногда в виде нескольких десятков человек. Новых христиан или сифардов, в зависимости от политических обстоятельств, которые исповедуются в данном уголке мира. Но так или иначе, мы можем предположить, что их расселение имеет вполне себе определенную логику. Это расселение людей, которые занимаются предпринимательством, занимаются коммерцией, причем занимаются ею международных масштабов. И от этого выигрывают. Это не расселение по религиозному признаку. Они не едут туда, где можно открыто исповедовать юздаизм, они едут туда, где можно заработать деньги. И это подтверждается наиболее ярко, как раз общиной новых христиан в Амстердаме. Потому что, когда мы пытаемся ее анализировать, мы видим то, что религиозность их была крайне подвижна. Они в зависимости от обстоятельств могли быть новыми христианами, то есть католиками, а в зависимости от обстоятельств могли становиться евреями, исповедующими иудаизм. То есть все зависело от обстоятельств, в которых они оказывались. И вот исследование, которое провела одна дама, не помню, какой ее зовут, не важно, потом скажу. Она как раз показывает совершенно замечательную вот эту вот подвижность. Она взяла трех самых крупных предпринимателей новых христиан Амстердама конца 16-го, начала 17-го века и показала вообще вот как их поведение, от чего оно зависит, чем оно определяется. Первый, первый я вам уже назвал, его звали Муэль Фернандес Вега. Он происходил из очень зажиточной семьи новых христиан, живших в Ак-Тверпене. Причем он один переселяется в Амстердам, вся его семья остается в Ак-Тверпене. И его родной брат, вот это интересно, он был явно совершенно его родной брат, которого звали Габриэль Фернандес. Он был таким верующим католиком, потому что мы знаем, что он женился на даме, которая происходила из очень почетной католической семьи Ак-Тверпена, причем такой торговой аристократии Ак-Тверпена. Это говорит о том, что сама семья Муэль Веги, она была, вообще-то сказать, весьма почитаема в Ак-Тверпене, его отец, например, был представителем испанского короля, португальского короля в Ак-Тверпене некоторое время, испанского тоже, потому что это все был Филипп II. Но мы видим, что этот Муэль Родригес Вега, он приезжает в Амстердам, он открыто не заявляет о своем мударизме, он, в общем-то, остается таким новым христианином, не примыкает к еврейской общине, которая там существовала, но при этом, можно так сказать, как-то флиртует со своим, так сказать, иудаизмом, потому что в определенный момент времени, видимо, где-то в 1606 году он приезжает в Ак-Твердам, а в 1610 году власти Нидерландов разрешают новым христианам, которые живут в Ак-Твердаме, заниматься торговой деятельностью, просто дают соответствующую грамоту, но в этой грамоте есть замечательная приписка, в которой написано, что вот эти представители португальской нации, как их называют, они при этом могут исповедовать еврейские праздники. Праздновать еврейские праздники. То есть, как бы мы видим о том, что о них еще говорится, как о представителях португальской нации, но при этом разрешается праздновать еврейские праздники, и в этот момент как раз там находится вот упомянутый ноль века. Более того, он упомянут в этой грамоте, как один из, так сказать, ведущих представителей португальской нации в Роттердаме. Надо сказать, что эта грамота просуществовала только два года. В 1612 году она была отменена, потому что там не набралось нужное количество новых христиан, чтобы образовать еврейскую общину. И, в общем, эту грамоту отозвали. Но при этом сам Вега остается в Роттердаме, хотя основные его бизнес-контакты и коммерческая активность все равно сконцентрированы в Амстердаме. И его семья остается в Роттердаме. Но мы видим, что у него какие-то контакты с еврейством, и у него был очередный флирт с еврейством, хотя он его открыто не признавал. Вот это новый христианин. Он был просто вот в каком-то смысле номер один среди коммерсантов, новых христиан в Амстердаме, а потом в Роттердаме. Очень богатый человек, который занимался международной торговлей. Другой человек, несколько другого происхождения, его звали Мануэль Карвальо. Он родился в Порто, в Португалии, но его мальчиком увезли в Бразилию. И он, в общем-то, вырос в Бразилии и состоялся как коммерсант в Бразилии. И вот где-то в возрасте порядка 30 лет, около того, он приезжает в Амстердам, чтобы заниматься международной торговлей, и в первую очередь колониальной торговлей из Бразилии, потому что он хорошо знает реалии в Бразилии. И кроме того, у него осталось огромное количество контактов, просто благодаря чему он может заниматься в международной торговле. Он тоже открыто не переходит в иудаизм. Он так и остается новым христианином. Но при этом мы находим упоминания Карвальо в некоторых документах, которые касались еврейской общины Амстердама. Мы находим его упоминания в том, что он взял подряд на поставку кошерного мяса для еврейской общины Амстердама, что говорит, в общем, о том, что он был более плотно ассоциирован с еврейской жизнью, чем вега. И плюс еще один документ, в котором он тоже там что-то покрывал долги еврейской общины Амстердама. То есть два раза он упомянут, но он открыто не переходит в иудаизм. А что являлось всегда таким маркером, что новый христианин становился сефардом? Они принимали еврейские имена. Вот эти два первых еврейских имен никогда не принимают. Но при этом у Карвальо есть еще такая... Если говорить о том, как он был связан с иудаизмом, насколько он его принял, мы точно сказать не можем. Но, видимо, все-таки к концу жизни, а он умер где-то после 1643 года, мы можем сказать, что у него какой-то... Возможно, он перешел в иудаизм, хотя не так помпезно и официально. Этому способствует следующее обстоятельство. У него была такая симпатическая связь с одной голландской женщиной, и в результате этой симпатической связи родилась девочка. Он ее признал, она была незаконно рожденная. И более того, позднее эта девочка вышла за Сефардом в Амстердаме замуж, то есть как бы вливалась в еврейскую общину. Это очень характерная черта новых христиан из Сефардов, которые происходили из Португалии 16-18 веков. Они инкорпорировали в свою идентичность некоторые элементы, которые были не характерны для иудаизма. Так, например, наследование национальности и религиозной принадлежности не по материнской линии, что характерно для иудаизма, а по отцовской линии, что было характерно для христианского общества в Португалии и Испании. И такие случаи были нечасты, когда внебрачные дети, если отец их был Сефард или новый христианин, и признавал их как своих детей, они потом принимались в Сефардскую общину Амстердама. Это было, но было нечасто. Как правило, большинство, при наличии внебрачных детей на стороне среди голландских женщин, предпочитали от них просто откупаться, от этих голландских женщин, не афишируя свое отцовство. Но все-таки такие случаи были. И вот Карвалия как раз пример такого случая, который говорит о том, что идентичность новых христиан в какой-то степени корреспондировала с иудаизмом, но в ней были некоторые элементы, которые иудаизмом были по определению чужды, которые были инкорпорированы из окружающей их действительности, откуда они происходили, с сибирийского полуострова. И это говорит о сложности их, скажем так, психологического, этнического самовосприятия. И третий человек, как раз единственный из, так сказать, купцов первого ранга, который открыто перешел в иудаизм. Его звали Дено Оссорио. Он происходил как раз из Португалии, прожил большую часть своей жизни в Португалии. В Амстердам он переехал в возрасте порядка 50 лет, видимо, где-то в начале десятых годов 17 века, когда между восставшими провинциями и Испанской империей было так называемое 12-летнее перемирие, что провело к такому торговому буму между Испанией и Нидерландами. И вот он на волне этого торгового бума переезжает в Амстердам, где открыто переходит в иудаизм. Становится одним из столпов существующей сефардской общиной Бейтьяков. И вообще, так сказать, активно помогает, да, и принимает, это очень важно, официальный акт его перехода от открытого исповедания иудаизма, то, что он из Бена Ассорио становится Барухом Ассорио, официально. Человек, который тоже занимался крупной международной торговлей, но в отличие от первых двух, которые были в основном заняты международной торговлей с Новым Светом, он занимается в основном торговлей с Балтийскими странами, то есть он был таким, ну, я бы скажу так, поставщиком номер один пшеницей в Амстердап, а также в Италию, Испанию, Португалию. Пшеница как раз из Польши, которая экспортировалась из Польши. Польша на тот момент жительница Европы. А кто потом станет жительницей Европы? Россия. А обсудить поэтов, наверное, и нужно было опять, ну, плоднее интегрировать с торговлей в еврейскую общину, потому что там... Да нет, нет, совершенно нет, потому что и другие, конечно, новые христиане, которые официально не переходили в аудоизм, они все-таки занимались, например, торговлей с Балтийскими странами, в первую очередь торговлей пшеницы. И в этом смысле это, кстати, знаменитые итальянские макароны, которые производятся, как вы знаете, из сортов твердой пшеницы. Они в 19 веке, лучшие сорта твердой пшеницы производились как раз на территории Российской империи. Но благодаря революции 17-го года часть, больше, то есть практически все эти сорта исчезли, они просто не сохранились, их съели во время голода 18-20-х годов. А самый известный сорт назывался, из которого делали самые лучшие макароны в Италии, знаете, как он назывался? Таганрог. Таганрог. Просто оттуда привозили, потому что в 19 веке Таганрог был одним из важнейших центров экспорта пшеницы из Российской империи. Тут как раз перекличка, например, с Фаиной Радемской, у которой папа как раз именно этим-то и занимался. Но это так, отход от общей темы. Мы с вами видим, что эти люди по-разному реагируют, но их всех объединяет, то, что они в общем-то входят в некую общину, которую мы можем назвать новыми христианами. Что их объединяет? Общество происхождения, еврейского или частично еврейского, то, что они так или иначе все происходят сибирийского полуострова, и их разговорным языком и языком культуры являются португальский и испанский, и они, безусловно, гордятся иберийской культурой, и более того, часть просто применяется на практике. То, что они отделены от остальных, так сказать, старых христиан, и эта отдельность, которая сформировалась еще в Испании и Португалии в XVI веке, можно назвать в современном смысле слова, но если не национальностью, то, по крайней мере, определенной этничностью, будем так более распорчато говорить. Но что интересно, при этом один из историков их назвал cultural and religious commuters, то есть культурные и религиозные пассажиры, то есть люди, которые принимают определенную культуру и определенную религиозность в зависимости от исторических и региональных обстоятельств, в зависимости от того, где они находятся, и в зависимости от того, когда они там находятся. Вот, так сказать, обстоятельства, они очень гибкие. Они в каком-то смысле очень гибко и очень гибко реагируют. То есть они готовы принять мир во всей его изменчивости, но при этом у них, безусловно, есть общая идентичность. Она, безусловно, выражалась на уровне солидарности новых христиан в Амстердаме. Мы видим, что новые христиане в Амстердаме, безусловно, проявляют некую общую солидарность, которая в первую очередь выражается в том, что благотворительность. Причем благотворительность эта распространяется не только на тех, кто открыто перешел в алдаизм и исповедует, алдаизм теперь открыто, но и на тех новых христиан, которые не отошли от католицизма. Например, существовало знаменитое общество благотворительное, которое собирало пожертвования на приданное для бедных девушек из семей новых христиан. Но это приданное давалось бедным девушкам из семей новых христиан вне зависимости от того, эти новые христиане стали сефардами, то есть открыто приняли алдаизм и стали его исповедовать, или они остались католиками. Это не имело значения. Главное, что ты происходишь из семьи новых христиан, христиан. Вот что было критерием, понимаете. Потом мы видим, например, совершенно замечательные вещи, что сефарды, то есть люди уже, которые открыто стали исповедовать удаизм, они с удовольствием дают деньги на различные благотворительные мероприятия, которые касаются сефардов и новых христиан, но не торопятся или вообще не дают деньги на благотворительность, которая касается Ашкенасской, общины Амстердама, которая возникает 20-е годы 17-го века, то есть они проводят вообще четкую ограничительную линию. Если бы они признавали себя четко как евреи, у них бы этой разграничительной линии такой четкой не было. Но она работает. Она работает именно на уровне благотворительности. мы видим, как, например, те же сефарды отказывают Ашкеназам во многих вещах. Потому что боготворительные просто не считают, то есть они готовы дать и весьма хорошо жертвуют бедным сефардам, но совершенно не жертвуют бедным Ашкеназам, которые оказываются в Амстердаме в то время. Не говоря уже вообще о всех других субэтнических еврейских группах, которые оказываются в Амстердаме в 17-м веке, потому что именно в 17-м веке Амстердам это центр мировой торговли. И туда приезжают все, кому не попадет. Это такой мегаполис того времени, в котором живут разные национальности, в том числе и разные евреи. Сефарды, новые христиане, они как-то группируются вместе, совершенно не считая возможным признавать других за равных себе и как-то рассматривать других евреев. То есть это другая идентичность. Теперь, понятно, почему они так ярко представлены международной торговли, потому что это совпадение обстоятельств, как бы их вытеснение из Португалии и Испании, и с другой стороны расцвет международной торговли, которая связана с великими географическими открытиями, которые дают полное свое воздействие как раз во второй половине 17-го, во второй половине 16-го, в 17-м веках. Такой золотой век Нидерландов. И вот эти вот новые христиане, которые уже занимаются мировой торговли, вот все, кто приехал, вот эти три человека, если говорить как Кейс Сталин, которые приезжают в Амстердам, они в Амстердам приезжают уже с деньгами. Они уже состоявшиеся крупные предприниматели. Это не люди, которые собираются заниматься старт-ап деятельностью, так сказать, начинать с нуля. Они начинают с нуля. Они уже в торговле, и они приезжают в Амстердам как вновь открывшийся центр мировой торговли, из которого удобнее всего торговать. Потому что вот так сложились экономические обстоятельства. Амстердам, знаете, это абсолютная новизна. Амстердам еще в конце 16-го, начале 17-го века совершенно маленький город, во многом провинциальный, но благодаря открывшимся экономическим перспективам, связанным с политикой и экономикой, туда просто устремляется огромный поток крупных коммерсантов, который занимается международной торговлей. И просто Амстердам на глазах одного поколения превращается в такой центр международной торговли. Что ему это, что позволило ему стать таким центром международной торговли, вы увидите, например, на прошлой неделе, вчера я читал лекцию, которая относилась к евреям Османской империи, завтра я буду читать лекцию по поводу евреев в Польше в 16 веке, и увидите, что торговая деятельность евреев в Польше Османской империи была ограничена и связана с чем? Как правило, с ярмарками. Все, обмен информацией, сделки, торговые соглашения, компании, все заключалось на ярмарках. В Амстердаме совершенно другая ситуация, она в каком-то смысле современная. Там это происходит круглогодично, всегда. Причем интересно, что вначале нет специального места. Они, как было написано в одном из документов, они вначале встречаются просто, значит, рядом с портом и прогуливаются, купцы, такой толчок купеческий. Приходит несколько сот человек, которые гуляют, разговаривают, обмениваются мнениями, делятся информацией, там узнаются какие-то новости, потому что это рядом с портом, что какой-то корабль не дошел до того, то, значит, там, сразу, а акции того-то купца падает, чей корабль разбился, вот, и, в общем, люди знают, где чего и организуются партнерства. В плохую погоду они прогуливаются в церкви, в старой церкви Амстердама, которая, я не помню, как назвалась улица, они просто вот в церковь заходят, все сидят и, значит, болтают. Сохранилось описание того времени, которое сделал англичанин, оказавшийся в Амстердаме в начале 17 века, но у него описание еще забавное, он про церковь пишет так, что все купцы, которые находятся в церкви, выстраиваются рядами, стоят парами и ходят вот так вот парами по кругу вдоль церкви, ну, внутри, при плохой погоде, и что-то говорят друг другу. Потом пары меняются, значит, они теперь так ходят, но это некий такой минуэ, да, надо говорить. Вот, видимо, просто был, конечно, такой толчок, но к чему приводит вот этот толчок? Он приводит к тому, что уже к середине 17 века в Амстердаме появляется биржа, но не совсем в современном смысле этого слова, а биржа как место, прям строится специальное здание биржи, в котором можно обмениваться новостями экономического характера, и кроме того, на этой бирже начинается купля-продажа бикселей, и также там, на этой бирже, так, в зачаточном состоянии, она такая биржа, начинает продавать и покупать акции тех или иных компаний, которые находятся на территории Амстердама, например, там, ливантийской компании, или ост-индийской, или вест-индийской компании, причем вот наши герои, про которых я говорил, они активно в этом бизнесе участвуют, но надо сказать, что акций тогда было немного, акции были дорогие, это были действительно share, то есть это были части, сейчас акция это нечто такое почти незаметное, и покупают их в огромном количестве, то тогда там, например, коммерсант типа, значит, Фернандеса Веги мог позволить себе купить две акции ост-индийской компании, и там одна акция, например, стоила порядка 6 тысяч гульденов, то есть это, и он, купив эту акцию, стал одним из крупнейших держателей вообще, как бы, значит, воз-индийской компании, то есть это, говорит, такие были акции, крупные куски еще, на мелкое не разрезали. Если луковица тюльпана стоила целое состояние, 300 быков, там, не знаю, 400 коров, что-то еще. Вот. То есть, Амстердам, он предоставлял крупным коммерсантам такие возможности, которые нельзя было найти в других городах, и тем более, нельзя было найти в таких отдаленных частях Европы, или Востока, как Османская империя, или Польско-Литовское государство, просто для евреев. Там действительно уже работали некоторые механизмы, которые в зачастенном состоянии, естественно, которые работают и в современном мире экономически. Это позволяло заниматься крупной международной торговлей. И большая часть новых христиан-сефардов, безусловно, занимается крупной международной торговлей. Как правило, они, во-первых, часто ездили сами, но, как правило, работали при помощи консул, и образовывались компании. Компании, как правило, образовывались из трех-четырех человек по случаю на какую-нибудь одну торговую сделку, когда надо было перевести какой-то товар из одной части мира в другую, потом там купить что-то, перевести в другую часть мира. Как правило, работали по треугольнику. А именно, что-то отправлялось из Европы, например, в Бразилию, а нет, например, отправлялось, например, в Западную Африку, в Анголу. В Анголе покупались кто? Рабы, абсолютно верно. И вот эти новые христиане активно были представлены в работорговле. Эти рабы отвозились, например, в Бразилию, такой треугольник. В Бразилии покупался сахар и различные сорта бразильского дерева дорогие, или специи еще какие-то, и везлись, соответственно, обратно в Европу, например, в Испанию, Португалию, или, например, напрямую в Амстердам. Это такая, одна такая, один случай торговли. Другая торговля, это покупка, торговый путь, это покупка, опять же, сахара или специй в Новом Свете. Их привозили в Амстердам, а потом перевозили в Средиземноморье, как правило, в Италию, или в портовые города Северной Африки. Другие варианты были закупка пшеницы в Польше, перевоз его в Амстердам, а потом позднее перевоз в Португалию, Испанию, а там как раз, надо сказать, в начале XVII века случился сильный неурожай в Испании и Португалии, в результате чего вся Южная Европа подсела на зерно, которое производилось в Польше. В общем, уже, так сказать, с него и не связало, надо сказать. Особенно портовые города Италии зависели от поставок зерна, в первую очередь, пшеницы из Польши, потому что у них просто не было площадей, на которых это можно было выращивать, в первую очередь, Генуя, который просто, как бы, Генуя, это, знаете, город, побережье, и дальше горы, там нечего делать дальше. Вот. Кроме того, они, конечно, активно торговали с Османской империей, это, как правило, шло через Венецию, опять же, через посредников, но что интересно, что при том, что у них, безусловно, была своя идентичность, которую мы можем назвать уже в каком-то смысле современной, нерелигиозной, при этом в своих тамбовых делах не было предпочтения то, что они делали, заключали торговые сделки исключительно с новыми христианами или сефардами. Это были такие свободные связи. Это были коммерсанты в современном смысле этого слова. Они, для них в торговле, в бизнесе не существовало никаких ограничений. Они были готовы заключить торговую сделку с любым человеком. И вот просто анализ торговых сделок, которые заключали новые христиане, крупные купцы международного масштаба в Амстердаме того времени, показывает, что совершенно не было, то есть количество сделок, которое было заключено с сефардами и с новыми христианами, оно абсолютно не превалировало. Другое дело, что разделение было другим. Проблизительно 50-50 было сделки с новыми христианами с сефардами и сделки с голландскими купцами. Но было очень мало сделок, вернее, не сделок, а предприятий, которые сефарды или новые христиане проводили в одиночку, то есть без участия дополнительного капитала. Как правило, составлялись торговые компании, которые, правда, были недолго живущими. Это, как правило, были торговые компании на одну, максимум, от одной до восьми каких-то торговых операций. я не знаю. Хотя иногда были случаи, когда у сефарды образовывали достаточно долгие торговые отношения, но, как правило, с голландскими купцами. Например, тот же Мануэль Фернандос Вега он в течение 12-11 лет у него была торговая компания с одним голландским купцом, причем у них были очень близкие связи. Возможно, это было связано с тем, что этот голландский купец тоже изначально происходил из Отверпена. Он приехал в Мистердам из Отверпена, и поэтому, возможно, их семьи были знакомы еще по Отверпену. Они друг другу доверяли до крайности. Например, этот голландский купец несколько раз покрывал долги Веге. При этом с Вегой не консультирует, зная, что Вега все равно ему эти долги выплатит. Он просто по собственной инициативе, когда у Веги не было денег, а он просто вкладывался в какое-то торговое предприятие, у него не было наличности, он не мог оплатить векселя. Так вот, эти векселя оплачивал как раз его голландский партнер и свидетельствовал в пользу Веги, например, в голландском суде, когда слушал дело о невозможности выплатить Мунейлем Вегой тех или иных денег кредитору. То есть, это говорит о очень близком сотрудничестве, люди полагались друг к другу и точно так же ввел себя Мунейлем Вега по отношению к своему голландскому партнеру. Но интересно, что у него вот это вот сотрудничество было именно с голландским купцом, а не с Сефардом или новым христианином, что говорит о том, что в общем они в торговой деятельности, в своем бизнесе совершенно не руководствовались какими-то принципами этничности или религиозности. В каком-то смысле это были современные люди, и они поэтому очень привлекательны современным историкам, потому что это вот какое-то такое исключение, которое существовало в раннее новое время, причем исключение, имеющее четкие параллели и аналогии для современного мира. Чем они в основном торговали? Торговали в основном сахаром, который привозили из Нового Света, вообще было разделение на товары, которые были дорогими и можно было привозить в небольшом количестве и, соответственно, получать прибыль от большого количества товара. И также были товары, которые массово производства, что называется. Вега и Карвалио в основном торговали и занимались товарами, которые относились к классу люкс и могли быть привезены в небольшом количестве. Туда относится сахар и туда относится, кстати, к этой категории товаров, они так сами разделяли, относятся рабы, как ни странно. Не говоря уже естественно о драгоценностях и так далее, и так далее, и так далее. Ассорио как раз занимался в основном товарами массового производства, именно потому, что он был сильно завязан на балтийскую торговлю пшеном, пшеном, зерном. Притом с Ассорио еще одна интересная вещь. Ассорио очень часто различные предприятия совершал в одиночку, то есть он не входил в концессии с другими купцами. Но это некое обманчивое впечатление. Почему? Потому что долгое время, вплоть до 40-х годов 17-го века, Бен Ассорио был торговым представителем крупного банкирского дома из Португалии Депинто. И, видимо, когда он в одиночку совершал те или иные коммерческие предприятия, он в действительности использовал также деньги торгового дома Депинто, просто представителем которых он был. То есть у него был бэкинг, у него была некая поддержка финансовая, которая происходила из Португалии. Она прекратила в 40-е годы, потому что просто вот этот торговый и банковский дом Депинто из Португалии в 40-е годы как раз приезжает в Мастердам. И поэтому, в общем, он уже не нужен как представитель. Вот. но так или иначе, мы видим с вами, что эти крупные предприниматели, во-первых, имеют очень размытую, непонятную для нас, то есть понятную для нас в современном мире, но непонятную для того мира идентичность. Она не религиозная, во многом не религиозная. Они готовы стать евреями, но при большей части, при соответствующих обстоятельствах. Они готовы остаться католиками, но тоже при соответствующих обстоятельствах. То есть они готовы двигаться как угодно. Потом, вот эта вот знаменитая картинка, помните, я вам вчера говорил про Османскую империю, что евреи из Османской империи предпочитали иметь торговые дела, опять же, с еврейскими общинами в странах Центральной Западной Европы. Здесь это не работает. Эти люди предпочитают иметь торговые дела с теми, кто готов войти в это торговое дело. Для них это совершенно неважно твоя национальность и религиозная принадлежность. Важно, что у тебя есть деньги, у тебя есть талант, у тебя есть инициатива, и ты все это можешь вложить в совместное предприятие. Тогда я готов с тобой тоже работать. Как вы понимаете, действительно, вот пример новых христиан, часть из которых как и осталось новыми христианами, а часть из которых осталась и Фарда в Акстердаме, это пример действительно исключения, которые частично подтверждают правила жизни евреев, экономической жизни евреев в раннее новое время в Европе. Но они исключения, потому что так сложились обстоятельства политические, религиозные и экономические. И получились вот эти вот небольшие, точечные, но очень богатые, гордящиеся своим происхождением, в первую очередь по крови и культуре, еврейские общины, иногда еврейские, иногда не совсем еврейские, но с общим происхождением, которые дают нам разительный пример того, что могло быть в новое время. И этот пример очень часто имеет оклик-отклик в современном мире. В общем-то, современное еврейство, которое мир более открыт, по нему, безусловно, в общем, страдает теми или не страдает, отражает, показывает некоторые черты, которые были характерны для новых христиан в конце, во второй половине 16-го и 17-го века, когда это был золотой пех. Все, пожалуйста, все, что я вам хотела сказать. Вопросы? А вот рассказали про крупных торговцев. А что было в это время среди ремесленников? А там не было ремесленников? Не было ремесленников. То есть там были весьма специфические ремесленники, да? Это были ремесленники, которые тоже очень хорошо зарабатывали, потому что это была огранка, например, драгоценных камней. А спинозом кем-чем был? Кем-чем занимался? Да, но шлифовал линзы. То есть это тоже близко к огранке. Но не все же были крупные торговцы международные. Ну их было очень мало, безусловно. А основная масса чем занималась? Вот основная масса занималась крупным международным торгом. Вот это такая основная масса была, но маленькая, понимаете? Это не 100 тысяч евреев, не 200 и не миллион. Это в лучшем случае население 2-3 тысячи. Достаточно крупные еврейские общины, но очень точечные, понимаете? Они, которые расположены по всему миру. То есть их, в общем-то, мало. И они все занимаются международной торговлей. В каком-то смысле, знаете, у меня есть друг в Азраде, я приехал к нему в гости. Ну это такая вот, у меня есть друг, а у него есть тоже. Вот, и вот действительно у моего друга есть еще один друг в детство, которым они вместе учили, но тот уехал в Америку в отличие от Израиля. Уехал в Америку и сделал большие деньги в Калифорнию. И мой друг приехал к нему однажды в гости. И что-то они там ходят. И пришли в синагогу. А тот, значит, иногда ходит в синагогу, там в Калифорнию нередко ходит в синагогу, но все-таки иногда ходит. И там в синагоге, естественно, была какая-то акция по сбору чего-то. Та-та-та. Ну, собирают. И вот мой друг спрашивает своего, говорит ему, слушай, а для кого вы собираете? Для бедных евреев? Тут у меня так спрашивают, слушай, тут бедных евреев нет. Это для паверитариканцев. Вот понимаете, просифардов это то же самое в тот момент про новых христиан. Вот если им бы задать такой вопрос, они сказали, вы о чем говорите? У нас бедных евреев нет. Это там, значит, для шкеназов. Хотя, шкеназы мои как раз так и помогали, но я отдам случай утрирован. Понимаете, да, то есть, может быть, бедники и были, но это просто совсем не верно. Не основная масса это было? Нет, абсолютно. Спасибо. До какого времени можно говорить об этих новых христианах, этих приори, предпринимателей? До конца 17-го. До конца 17-го. Да. Как группе. Да, как группе. Да. А потом они всегда идентифицируются, то есть, да, они как бы... Они как-то себя идентифицируются. Все-все там, да, то есть, кто-то станут все-таки сефардами, а кто-то растворяется в христианском населении, да? То есть, они вот как некая группа такая, да. Хотя, ну вот, во-первых, опять же, были новые христиане в Испа, как он зовут, во Франции как раз, тоже, которые жили на юге Франции, группировались, как правило, вокруг Бордо, потому что это был такой путь в сторону Амстердама, как раз, в сторону Нидерландов. Их там было очень мало, но если вы помните, перипетии принятия французского гражданства еврейским населением Франции, то там было две группы еврейского населения. Вот эти вот как раз представители, как их писали, они были португальской ревенции, которые группировались вокруг Бордо, там несколько, действительно, городов было, но Бордо было самое крупное, бордовские евреи. Да, и были Ашкеназы, Эльза, Слатаринги, которых было до черта. И при этом, когда и та, и другая группа послали своих делегатов в национальную ассамблею, где дебатировался, собственно, вопрос о том, дать ли евреям права полного гражданства в республиканской Франции, то бордовские евреи, когда очень педалировали вопрос о том, что они отличаются от Ашкеназа, они другая нация, они об этом и говорили. И это вот как раз отголоски того, о чем я вам говорил, вот, про новых христиан. Они себя так ощущали, безусловно. И они таки первые получили гражданство, а Ашкеназы, Эльза, Слатаринги получили позже. Ну, потому что с ними было проще, они были богатые, их было очень мало, их было порядка тоже от, двух до пяти тысяч человек, там трудно посчитать. Вот, и они были, как правило, заняты в международной торговле, были богатыми, купцами, людьми, которые, например, служили там уже и в гвардии, вообще носили партикулярное платье, они носили бород, были сильно ассимилированы. В общем, все с ним было в этом смысле все замечательно. И поэтому было очень легко дать им права ограждаться. А, значит, с Ашкеназами, Эльза, Слатаринги, которых много, которые в основном занимаются ростовщичеством, гражданство давали с большим скрипом, но все-таки дали. Но позже. Но вот это интересно. То есть, в Голландии это конец 17 века? Да, да. Надо сказать, что вот, что я еще вам сказал, что еще, что открыли, и Сефарда, в основном, кстати сказать, это привозили из Нового Света, это табак. Табак для Европы был открыт где-то в середине 16 века, но европейцы не распробовали табак вплоть до начала 17 века. А вот с начала 17 века начинается табачный бум. И в Голландии, в Нидерландах, вернее сказать, появляется огромное количество табачных фабрик, порядка 20, которые делают различные табачные изделия. В первую очередь, они экспортировались в германские земли. И вот именно на табачных фабриках были в основном представлены Сефарды как администрации, как люди, которые поставляют сырье, собственно, привозили табак из Нового Света. Но этому всему пришел конец, опять же, в конце 17 века, когда был, значит, введен в Германии запрет на мост табака из Нидерландов. Они все закрылись, эти сефарские фабрики. Просто так, в час. Но это такой яркий пример, когда евреи используют любые возможности работы с новым товаром. Вообще, опять же, характерная черта вот этих новых христиан, то, что они не боялись инноваций и очень часто брались за те дела, которые для традиционных христианских купцов считались сомнительными. Вот они очень часто. Например, они первые начали использовать корабли новой конструкции, которые придумали в Мастердаме. И более того, они потом свидетельствовали о том, что эти корабли хорошие, на них можно плавать, они не тонут. И, значит, мы их уже несколько десятилетий использовали, с ними все замечательно совершенно происходит. А почему эти корабли были хороши? Потому что они были дешевле, чем старые конструкции корабли, и в них больше вылезало товара. То есть у них водоизмещение было больше. Вот они как бы были готовы. Хотя, как показывают документы, очень многие купцы, вот старые христиане из Мастердама, они очень с большим подозрением относились к этим кораблям, в отличие от новых христиан, которые были готовы использовать любые технические инновации, любые возможности для зарабатывания денег, которые существовали на тот момент прямо. Они, в общем, никаких сомнений совести, например, при торговле рабами тоже не испытывали. Да. Какой был первоначальный капитал у этих коммерсантов? Для кутцов это важно? Вот я не знаю, честно сказать, не могу. Мы не знаем вообще, с каким капиталом они приезжали. Они уже были все состоявшиеся, и когда они приезжали, они уже приезжали с каким-то начальным капиталом, но это как минимум несколько тысяч гульдинов точно в США. Это было очень много, порядка 5-6, я даже думаю, что больше. Если учесть сколько они, какие они покупали доли в компаниях, сколько это стоило, то у них уже изначально был большой капитал. То есть им удавалось уехать с большим капиталом? Да. Именно благодаря этому указу, который существовал с 1507 года, о том, что любой гражданин там в Португалии, но подданный в данном случае португальского короля, имеет право свободно заниматься любым торговой деятельностью и уезжать, и выезжать из Португалии, и ввозить, и вывозить имущество из Португалии. То есть это давало возможность спокойного отъезда. Но другое дело, что надо было уезжать не как еврея, а как христианин, но ты мог потом перекраситься. Я хотел спросить, а часто ли по первой раме по бизнесу были его ящики на? Были, но не часто, потому что просто вектор торговли был другой. Во-первых, когда вы торгуете в Гданьске, там ашкиназы не были представлены в этой торговле зерном, так сказать, крупнооптовым, потому что крупнооптовые торговли зерном были представлены как правило христианские опыта немецкого происхождения и польские магнаты, которые тоже продавали оптом зерно, которое было произведено на их латифунде. Поэтому, собственно, они редко когда входили в какие-то торговые отношения с ашкиназом, просто потому что те не были такого уровня на тот момент времени, потом появятся, на тот момент времени не были такого уровня купцами, чтобы с ними можно было иметь дело. Но не зерно сказать, что они предпочитали работать скорее с христианами, чем с ашкиназами? Они предпочитали работать с теми, как я уже сказал, кто готов предоставить соответствующие услуги, деньги, или был человеком активным, и так далее. Это был выбор абсолютно празматичный. Ашкиназы, общины как вообще относились к сотрудничеству экономическому с сифардами? То есть община как это? Да никак, община никак не относилась. И у нас нет таких документов, чтобы как-то община к чему-то относилась. Почему? Там не было никаких в этом смысле предпочитаний. Иногда говорят, что там степень, напряженность, она зашкаливала, и там... Но это в Амстердаме. Безусловно, у них были сложные отношения между ашкиназами и сифардами, потому что просто сифарды себя считали благороднее, другого происхождения, и, в общем-то, как я уже сказал, знаете, среди сифардов не было бедных людей. Ашкиназы, безусловно, которые приезжали, они приезжали куда... Они были как раз бедными людьми, на которых сифарды смотрелись высоко. Безусловно, это напряжение существовало. Но это Амстердам, да? То есть в самом Амстердаме еще были редкие случаи, когда сифард и ашкиназы в одно и то же предприятии... Я даже не знаю таких случаев. По крайней мере, вот по концу 16-го, первой половины 17-го века не знаю. Потом появляются, видимо, крупные купцы ашкиназы, почему бы им не заниматься этим. Вполне могут заниматься, но момент того, что касается нашей лекции, таких транзакций не было. Да? Можно? Еще один вопрос. Я согласна тем, что выпадали в порядок неизберительной сетки того времени, потому что новое предпринимательство. Даже, знаете, они настолько выпадали, что современные исследователи считают, что понятие диаспора, которую активно используют еврейские историки, когда описывают ситуацию еврейской жизни в раннее новое время, неприменимо к новым христианам. А они выпадают из еврейской сетки того времени или из общеевропейской того времени? Я что имею в виду? Нет, из общеевропейской не выпадают, потому что есть другие группы в Европе, которые показывают схожие же стратегии поведения. Например, армяне и, например, шотландцы. Шотландцы это вообще такой торговый народ Англии. Выставляют люди 10 минут в перерывах? Нет, все. Я тогда готов закончить. Я хотел еще сказать про шотландцы чуть-чуть. Шотландцы действительно были люди, которые вели себя как Сефар, страна, в которой мало что может произрастать, поэтому они активно занимаются торговой. И это продолжается вплоть до наших дней. Они там строили колониальный флот, например, в Юго-Восточной Азии в конце 19-го, начало 20-го века, который свои золотые дни прожил в 30-е годы уже 20-го века. Колониальный флот построили, который перевозил по рекам Юго-Восточной Азии огромное количество продуктов. В России были шотландцы, причем даже в 19-м, начале 20-го века. знаменитый ЦУМ в Москве, который, наверное, многие знают, он был построен шотландцами, и он назывался универсальный магазин Мюр и Мерелиз. Мюр и Мерелиз это были два шотландца, которые продавали в России все, что угодно. У них был не только магазин, но они, например, продавали люки для канализации. И такие люки для канализации можно найти в центре Москвы до сих пор, на которых будет там написано Мюр и Мерелиз. Да, то есть из общей европейской сети. Нет, 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 мы можем найти тоже небольшие группы, которые объединены этничностью, в первую очередь, а не религиозностью, которые демонстрируют такие же стратегии поведения, как новые христиане из Португалии. это в первую очередь, шотландцы, фламандцы, армяне до некоторой степени. вот, да. Нет, ну а если мы смогли веровать, я думаю, да, если, например, немецкие купцы-предприниматели оказывались на территории Битой, они же тоже как-то не по религиозности, ну если вот они возможно, да, конечно, что у не по религиозности, они тоже например, например, английские купцы в Лондоне, когда Лондон начинает складываться как один из центров международной торговли, но это произойдет полностью в XVIII веке, они, например, демонстрировали английские купцы в Лондоне во многом демонстрируют такие же стратегии поведения, как новые христиане в Амстердаме, очень много перекличек на тот момент. стратегии того времени предпринимательских они не выпадают, а выпадают только из сетки того времени еврейских. Еврейская, безусловно, да, если мы хотим с вами такую благословую картину еврейской жизни, экономической, социальной, в которой все замечательно, вообще все объясняется просто и одномерно, то они люди, которые делают нам проблемы. И именно этим они интересны. Мы стараемся на них посмотреть подробнее, видим, что они крайне интересны, и это говорит об неоднозначности еврейской идентичности уже в раннее новое время. Ну, тогда вот там историографии, там старые историографии вот они таким образом и жевалились, а обновленные. А сейчас вот как я вам обрисовал, но новая тема хороша, что она пишется здесь и сейчас, она еще не стала старой. Вот когда станет старой, тогда они поговорим уже. Палец. Редактор субтитров А.Семкин